Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Секреты Outlook. Сегодня мы с вами поговорим о календаре, о создании встреч в календаре и немножечко о секретах, как с этими встречами обращаться, что там интересного есть. Давайте же перейдем в календарь. Включим здесь рабочую неделю. Нет, пожалуй, лучше неделю, тогда видны выходные. Например, мы хотим запланировать встречу на 27 число. Среда. Можно поставить встречу на весь день, это вы знаете, наверное. Можно поставить встречу на конкретное время. Например, давайте поставим встречу на 10 часов 30 минут. Двойным щелчком мы это сделали, зашли и увидели, что здесь у нас открылось окно, в котором мы оформляем наши встречи. Пусть это будет совещание, которое будет проходить в переговорной комнате 3. Дальше одним из первых секретов является то, что встречу нужно оформить, заполнить ее, написать здесь расписание, внедрить сюда таблички, картинки и все остальное. Давайте сейчас я это сделаю, а потом ускорю видео, чтобы не терять ваше время. Итак, вот мы оформили встречу. Что же я здесь сделал? Я написал заголовок, расписание. По вопросам раз, два, три будут выступать разные докладчики. Вставил здесь прямо табличку. Я вложил файл, прямо между текстом. Это можно сделать, если вы переведете формат текста в режим RTF. Тогда вставлять файлики можно между текстом. По поводу работы с текстом смотрите видео по оформлению текста. Сейчас будет подсказка вот здесь. Ну и дальше я вставил картинку, которую я взял вот из этого файла отчета. Вставил табличку, точнее график, как картинка. Вот уменьшу ее, например. Как работать с картинками, смотрите видео по вот этой подсказочке. Вот у нас встреча готова. Но мы никого не пригласили. Мы же не будем сами с собой совещаться. Мы пригласим участников вот этой кнопкой. Пригласить участников. У нас здесь есть Пупкин, Завалдайский и Дмитриев. Я думал, что он Аристархов. Ну ладно, пусть будет еще один Пупкин, который не обязательный участник. Давайте здесь исправим. У нас Дмитриев докладчик. Исправили. Итак, мы готовы к тому, чтобы отправить коллегам совещание. Отправляем. Вот мы отправили встречу. Перейдем в Outlook. И она установилась, встала у нас в наше расписание. Что можно сделать? Что интересного есть? Какие секреты? Если мы войдем во встречу, и, например, мы решили, что одному из участников не стоит участвовать, мы возьмем и удалим его. В этом случае мы можем отправить обновление. И Outlook спрашивает. Это он спрашивает про вложение. Ну ладно, да. Он спрашивает, что в список участников внесены изменения. Выберите одно из следующих действий. Отправить обновление только добавленным или удаленным участникам, или отправить обновление всем. Это очень важный и интересный момент, потому что зачем спамить остальных, если мы удалили только одного человека? Поэтому мы отправим только добавленным или обновленным. И вот это обновление ушло. Что еще интересного? Когда совещание у нас уже прошло, а мы хотим по поводу этого совещания всем что-нибудь написать, мы не знаем, как это сделать, потому что в почте разыскивать переписку нам сложно. Проще всего зайти внутрь совещания и нажать кнопку «Связаться с участниками». И здесь будет очень классная кнопочка «Ответить всем участникам». Формируется письмо, в котором есть основной текст совещания, который был. К сожалению, вложенные вещи уже он не подтягивает. И где мы можем написать коллеге по поводу совещания. Читайте ниже. Вот мое мнение, протокол и так далее. Таким образом, отправив вот это, мы сразу удобно со всеми проконтактируем. Что еще интересного есть? При необходимости мы можем создать повторяющиеся совещания с помощью кнопки «Повторение», которая вот здесь вот находится. Повторение встречи – очень полезная штука, если мы хотим проводить совещание регулярно. Например, он заранее за нас решил, что мы хотим проводить это еженедельно и поставил в среду. А мы хотим, например, проводить в среду и пятницу. И тогда совещание встанет в календарь в режиме «Повторение». Вот кнопочка нажата, «Отправить обновление». Оно теперь у нас в среду и в пятницу. Два совещания. Что еще интересного здесь есть? Когда вы работаете в большой компании и у вас есть в компании Microsoft Exchange, то при создании встречи вы можете планировать доступность для участников. Точнее, планировать эту встречу с учетом доступности участников. Если вы перейдете на закладку «Планирование», то вы увидите здесь, что время этой встречи, вот, например, у меня видно, что оно занято здесь. Но время других участников вы не видите, потому что мы работаем не через Exchange Server. А так, если бы оно было занято у них тоже, мы могли бы с ними договориться, либо передвинуть вот здесь вот встречу на другое время. Вот, значит, передвинули, отправляем обновление, и она передвинулась. Конкретно вот это одна встреча. Если мы хотим работать и изменять все встречи, весь ряд встреч, то нужно работать со всем рядом. Что еще? Вы видите, что вот здесь значок «Выбрать категорию». С помощью него можно удобно расставить цвета вашим встречам. И вообще, это очень мощный инструмент. Подробнее об этом прочитайте в ссылке в описании, который ведет на мою статью в Яндекс.Дзен, поскольку здесь, когда у нас нет Exchange Server, полноценно этими категориями мы воспользоваться не сможем. Какой секрет еще можно здесь обозначить? Это кнопочка «Отслеживание». Она работает очень простым образом. Когда участник принял приглашение на собрание, то здесь вот будет виден его ответ, что он принял или отклонил. Сейчас я могу руками менять, но вообще-то говоря, при получении ответов от участников, вы увидите, что кто-то принял, кто-то отклонил. Когда много очень участников, это бывает очень полезно, чтобы понять, вообще стоит проводить собрание или нет. Или, может быть, стоит его отменить. Для отмены собрания есть кнопка «Отменить». Это мы знаем. Итак, все, вот наша встреча готова. В таком вот виде мы ее снова отправляем участникам. И видим, что совещание в среду у нас стоит на 10.30-11, а на пятницу оно осталось по-прежнему с 10 до 10.30. Что еще я хотел вам рассказать про встречи и вообще события в календаре? Как я говорил вначале, вот здесь вот есть такое место для событий, которые на весь день. Если вы сюда что-то запишите, то это будет помечено как событие на весь день и будет светиться именно здесь. Сюда удобно ставить, например, напоминание о том, что курьер приедет, привезет что-то, привезет какой-то товар. И вы точно не знаете, когда он приедет, но нужно про него не забыть. Поэтому вот я, например, сюда ставлю эти встречи. Такое вот дело. Если вы, например, хотите запланировать что-то для себя, чтобы не забыть, в календаре с 13 до 14 у вас обед, а потом у вас, например, с 15 до 16 какой-нибудь спортзал, и вы не хотите, чтобы об этом знали ваши друзья и коллеги, которым вы, вероятно, может быть, предоставили доступ к своему календарю, то можно пометить эти события как частные. Тогда у них появляется такой замочек, и при проверке, при подключении к вашему календарю частные события не будут видны коллегам, не будут высвечиваться, они не будут знать, что это у вас тут такое происходит. Не лишним также будет сказать, что можно отметить статус вашей встречи, заняты вы или не заняты. То есть, если вы просто отметили события в календаре как напоминалку для себя, чтобы получить напоминание, то вы можете сказать коллегам, что на самом деле-то вы свободны, или на самом деле-то вас в это время нет на работе. Таким образом, соответствующим помечаются эти события. Например, если у вас, например, отпуск на эту неделю, мы создаем события на всю неделю отпуск, и помечаем его как нет на работе. Тогда вы видите, весь календарь покрасился вот такой вот фиолетовый цвет, которым обозначается отсутствие на работе. То есть, коллеги будут видеть, когда они подключатся к вашему календарю, или будут приглашать вас на встречу, что вас нет на работе. Давайте удалим наш вот этот вот отпуск, чтобы календарь не портить нам. Итак, друзья, на сегодня это все по календарю, что я вам хотел рассказать. Обязательно прочитайте статью по ссылке, которая есть в описании. Там рассказано немножечко больше еще о категориях, очень важном инструменте для управления календарем и вообще в Outlook. На сегодня я заканчиваю. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы узнать о новых видео. Спасибо вам. До свидания.